Всем добрый день, дорогие друзья! У нас новый день. Сегодня на улице холодно. Причем даже очень холодно. Я хочу сказать спасибо. Сегодня к нам приезжал дедушка пожилой и женщина знакомая. Она хорошо знает мою бабушку. И хочу им сказать огромное спасибо. Дай Бог им здоровья. Они знают почему. Афишировать я это не буду, конечно, как вы думаете. И поэтому дай Бог вам здоровья, берегите себя, берегите своих близких. Я вообще хочу сказать это всем. Все мои хорошие. Чтобы вы себя берегли. Берегите своих близких и родных. Мы с ним постояли, поразговаривали хорошо. Дедушка такая приятная тоже. В возрасте. Я говорю, дедушка, вам бы дома сидеть никуда не выходить. Он говорит, ну как? Хочется все равно дедушке ходить. Сегодня буду заниматься помидорами. Да, мне еще надо помидоры рассадить. Причем немало. Так, ладно. Пойду мне надо посмотреть. У меня вчера муж посадил рассаду свеклы. Мне надо посмотреть, куда он посадил. Он сказал, что он где-то здесь посадил, а куда он мне ничего не сказал. А все вижу теперь. Только теперь надо полить все это. Потому что неизвестно, как оно приживется. Нам просто тут знакомые дали рассаду свеклы. Он посадил. Теперь надо полить. Ладно, дорогие друзья. День начинается. На улице очень сильный ветер. Прям холодно. Я в одной футболке вышла, аж холодно. Сейчас буду заниматься своими домашними делами. Работы много. Фронт большой. Но на все времени не хватает. Фронт очень большой с работой. Блин, опять кошки перекопали. Да е-мое! У меня кошки все кабачки перекопали. У меня здесь кабачки были посажены. Девять кустов. И все перекопали. Раз, два куста осталось. Я уже гоняла. Я не знаю, чем уходить. Сеткой уже накрываешь, чтобы кошки не лазали. Блин, что морковку у меня кошки все перекопали. Что лук перекопали кошки. Пришлось заново его втыкать в землю. Ой, как же мне эти кошки. Своей кошки нет, так чужие кошки лезут. Сегодня если днем дождик не будет, значит вечером придется самим поливаться опять. Так, и здесь что у меня с кабачками? Ну, тут вот вроде бы ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кустов прижилось. Нормально. Лук нормально. И остальное. Клубнику вообще хорошо. Клубнику я нынче удобрила. Но показывать я вам не буду, потому что опять плохие комментарии будут. Поэтому вот так вот. Морковка не всходит. Несколько взошло, несколько нет, потому что кошки все грядки перекопали с морковками. Ой, это вообще какой-то ужас. Вот серьезно говорю, это какой-то просто ужас. Я могу сказать, чтобы тут окна заделы хорошенько. Ладно, дорогие друзья, всем желаю здоровья, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Будьте чуточку добрее, к мир вам тоже повернется. Всем своим сердцем. Так что всем хорошего дня. У нас уже вечер. Я сходила в магазин и сходила на почту. Кое-что узнала. Мне надо было узнать по поводу отправки кое-что. Насчет других городов. Сколько и что будет стоить. Вес посылки сказала. И мне примерно сказали. Как, что лучше сделать. И купила кое-что из продуктов. Домой надо салатик сделать. Тут Петрович опять гуляет, курица. Сегодня очень холодно. дома, на улице. Вообще прям холодно. Мужчины у меня занимаются дровами. Пилят, таскают. Работы хватает. Сейчас покажу, какие покупки сделала. Петух просто здесь стоит. Петручча! Сейчас я вам покажу. Петручча! А, Петручч? Смотрите, сейчас реакция петуха. Не, никак не реагирует. Он всегда налетает. А тут что-то не реагирует даже. Да, Петручча? Петручч, ты хороший петух? Там курочки гуляют. Тут у нас инвентарь для огорода. Ладно, пойду домой кушать, готовить. Так, дорогие друзья, показываю, что купила. Зашла, взяла чай. Вот сейчас идет акция с кружкой Нори. Кружка в подарок. 160 рублей упаковка чая. Мы такой чай пьем. У нас как раз закончится. На, распечатывай. На, на, на. У меня тут же сразу же все отбирает дальше. Потом 3 литра молока по 40 рублей. 2 кошачьи. Света, я корм, кстати, кошачьи купила по 45 рублей. Вот он. Разные взяла с говядиной и с курицей. Света крысятам кашу делает. Потом хлеб. Вот такие вот хлопья берем для крысят. Она варит с этим, с кормом. И отруби еще туда добавляет. Потом крабовые палочки и крабовое мясо. Вот хорошая моя кружечка теперь. У меня теперь есть кружка. На, потрогай, потрогай. Прям какая... Там еще был другой с прозрачной кружкой чай. Ну, там другой невкусный, наверное, будет. Не знаю, я не пробовала. Но в целом, дальше, девочки, вы меня отвлекаете. Мясо взяла, две упаковки и палочки. Это мы сейчас крабовый салат сделаем. Потом взяла также кукурузу. Огурцы у нас есть дома, да? Укроп взяла. Да, ребята, у меня укроп всего вот такой. Поэтому я покупаю для того, чтобы свой вырастить. Потом и яйцо 10 штук взяла. Вот такие вот целые у меня все покупки. Сходила, ребята, помылась баня, полоснулась после огорода. Супер! Видео про огород, конечно, выйдет раньше, чем это. В логовый день, да? Но вот в целом. Баня помылась. Вот так вот после бани я волосы уложила. Но это еще без фена. Просто сушится сами. И так же навожу Крисюшам кашку. Мариночка, иди там, кричи, пожалуйста, в комнате. Будь добра! К Крисюшам навожу вот так вот кашку. Маленькие уже кашку кушают. Будут сейчас остынет и будут кушать. Ой, мне надо запарить еще. Ладно, подождите, я запарю и вернусь к вам. Все, ребят, направила еще кашку, потому что на всех это не хватает. Многие спрашивают, зачем вам столько животных, ребят? Ну, это у детей животные. И я вижу, что они хорошо за ними ухаживают. Почему бы им и не купить животного? Я не понимаю. Какие проблемы с этим? Не понимаю. Витаминки. Расходов, по идее, от них немного. Вот Крисюша, мы кашки, частенько запарим. Сухой корм обязательно даем. Я как бы не вижу. Свинка сейчас у нас в основном зелень. Сухой корм шиншилам только то, что им нужен постоянно сухой корм. И ничего такого им нельзя. А так, в принципе, немного. Сейчас у меня животные на лето на улице будут. Особенно вот шиншиллы, белки, они будут на улице жить, на веранде. Все, запарила. Пускай запаривается стоит. Вот так вот, ребята, у меня днем не снимала. Времени вообще не было снимать. Вот только засняла, когда в парнике была. Уже потом взяла телефон, да она хоть немножко на ответы поотвечает. Потому что нет времени, не могу найти, чтобы на ваши вопросы ответы ответить. У нас время уже 11 часов. И вот, получается, вот так вот. Я кофе себе сделала, пью кофе. Устала, как собака. Ну, постоянно говорите, вы ноюсь. Я не ноюсь, ребят. Я просто говорю, ну, я веселая. Как вы видите, я веселая. Я не удаваю жизни. Я знаю, что это мои проблемы, а не ваша проблема. И все это, знаете, это жизненно. Ничего в этом такого не вижу. Света сегодня испекла булочки. Она на своем канале, наверное. Они с Катей создают канал свой. Чисто будут они там свои детские игры вылаживать, что-то там такое делать. Не знаю, что будет путем делать. Ну, я буду, конечно, контролировать их. Это обязательно. Вот, в целом, вот так вот. Ладно, дорогие друзья. На этом я сегодняшний влог завершу. Если вам понравилось, то напишите в ваш комментарий. Я постараюсь, я вам обещаю, что я постараюсь сесть и в какой-нибудь день на фотоаппарат буду заснимать. Одним видео сделаю и сразу же выложу, поотвечая на ваши комментарии. С телефона буду читать и отвечать. Так что я обещаю, что я в ближайшие дни... Вот я сейчас остатки последней грядки допропалываю. Мне осталось кусты ягодные немножко там подделать. И еще морковка, по-моему... Морковку, да, надо еще прополоть. Встаю, вспоминаю, какую еще грядку я не прополула. Еще морковку надо прополоть. И все. И потом я выделю для вас время. И мы с вами пообщаемся. Я вам это обещаю. Поэтому оставайтесь на моем канале. Я очень благодарна всем, у кого есть терпение. Всех, кто ждут. Всех, кто понимает, что работы сейчас летом просто непочатый край. В огороде, везде. И на все время... Мне надо утром встать, покушать, сварить. Днем сварить. Дома прибраться. Полы протереть. Постирку поставить. Белье развесить. В огороде все сделать. Хозяйство накормить. Не одна это. Мы все понемножку все вот это делаем. Но просто... Я и тут, и тут, и тут, и тут, и тут, и тут. Везде все пытаюсь. Еще надо и успеть смонтировать же для вас. Вот поэтому редко видео выходили. Пока я все вот этим огородом была занята. У меня редко видео выходили. Сейчас я постараюсь сделать так, чтобы у меня выходило видео каждый день. Но оно выходит с опозданием на день. Если вот, например, вот это сегодня видео вышло, значит, где-то или день, или два дня тому назад это я снимала. По-другому просто у меня не получается. Сами поймите. Ну, ладно. Не будет много болтовни. Хочу попрощаться на этом. Сказать всем огромное спасибо. Пожелать всем здоровья. Самое главное сейчас это здоровье. Желаю всем здоровья, успехов, благополучия. Ну, оставайтесь с нами. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok